Так и пал купец на сырую землю, горючими слезами обливается, а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших пригожих, а и пущит его завопит истошным голосом. Больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным. Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле, не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю. Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское. Не хочу я невольницы. Пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотеньем. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотенью, то сам приезжай. И велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, по единое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи. Думал, думал купец, думу крепкую. И придумал так. Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение. А коли они избавят меня от смерти и не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чудо морскому. Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал. Видя его вправду, он и записи с него ручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугой верную, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт. Повскакали дочери и запялить своих, и вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые. Почали отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть. И две старшие сестры лебезят пуще меньшие сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потеряли ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает. И говорит она своему родителю, мне богатства твои не надобны, богатство дело наживное, открой ты мне свое сердце сердешное. И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим. Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое вчетверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться. Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные. Доставал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского, на огне не горит, в воде не ржавеет, с камнями самоцветными. Достает гостиниц средней дочери туалет хрусталю восточного. Достает гостиниц меньшой дочери золотой кувшин с аленьким цветочком. Старшей дочери от радости рехнулися, унесли свои гостинцы в терема высокие, и там на просторе и медосы-то потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась и заплакала, точно в сердце ее, что ужалила. Как возговорит к ней отец, такого речи. Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного, краше его нет, на белом свете. Взяла дочь меньшая, цветочек аленький, ровно нехотя, целует руки отцовым. Азума плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие. Попытали они гостинцы отцовские, не могут опомниться от радости. Тогда все сели они за столы дубовые, за скатерти бранные, за яства сахарные, за питья медвяные. Стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться. В вечеру гости понаехали, и стал дому купца, полнехоник дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир. Какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все тому вдивовались, и посуды золотой серебряны, и кушанье диковинных, никаких никогда в дому не видывали. За утро позвал к себе купец, старшую дочь. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова. И спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась, и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец к себе другую дочь, середнюю. Рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова. И спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Середняя дочь наотрез отказалась и говорит, пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек. Позвал честной купец, меньшая дочь, и стал ей все рассказывать, все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала, «Благослови меня, государь мой батюшка родимый, я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, мне и надо выручить тебя». Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова. «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобой мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой, и по доброй воле своей, лихотенью, идешь на житье противное, к страшному зверю лесному, чуду морскому, будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и при волье великом. Да где тот дворец, никто не знает, не ведает, и нет нему дороги, ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе об нас и подавно. И как же мне пожевать мой горький век, лица твоего невидаючи, ласковых речей твоих не слыхаючи. Расстаюсь я с тобой навеки вечной, ровно тебя живую в землю хороню. И возговорит отцу дочь, меньшая, любимая, не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый, житье мое будет богатое и привольное. Зверя лесного, чудо морского, я не испугаюсь, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и жалится, не оплакивай ты меня живую, словно мертвую, может, бог даст, я и вернусь к тебе. Плачет рыдает честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому. Вишь, больно им жалко меньшей сестры любимой, а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собой цветочек аленький по кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь. Пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшой, любимую. Он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чудо морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери, и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чудо морского. Во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота, за ножками хрустальными, на пуховике пухолебяжьего, покрытой комкой. Ровно она и с места не сходила. Ровно она целый век тут жила. Ровно легла почивать да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала. Встала она с постели пуховой и видит, что все ее пожитки, цветочек аленький, в кушине позолоченном, тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых, малахита, медного, и что в той палате много добра и скарба всякого. Есть на чем посидеть, полежать. Есть во что приодеться. Есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена позолоченная, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из костей слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она, должно быть, это моя опочивальня. Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие. И ходила она немало времени на все диковинки, любуючись. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал и честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина позолоченного, любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские. А деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками, и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец, цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот маленький цветочек из кувшина позолоченного, и хотела посадить на место прежнее, но сам он вылетел из рук ее, и прирос к стеблю прежнего, и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты своей дворцовые. И в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала, «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый». Как на белой мраморной стене появилось словесо огненное, «Не господин я твой, а послушный раб, ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охоты». Прочитала она словесо огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспала ей на мысли написать письмо к своему родителю, дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед ней бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрам своим, любезным, «Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чудо морского, как королевишна, самого его не вижу и не слышу». А пишет он ко мне на стене беломраморной, словесными, словесами огненными, и знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей. Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка, пуще прежнего. На столе явились съестства сахарные, питья медвяные, вся посуда золотом червоного. Сел она за стол, веселехонько, хотя сроду не обедала одна одиношенько. Ела, напила, прохлаждалась, музыкой забавлялась. После обеда, накушавшись, она опочевать легла, заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна она встала, веселешенько, и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив, время немалое, почитая вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокий и видит она стол накрыт и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные и видит она на той же стене опять таких же словеса огненные. «Довольна ли господа, госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугой?» И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица, писаная, «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольную не быть, я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой». Появились все на стене словеса огненные. «Не бойся, моя госпожа прекрасная, не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая, и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь. И все вместе со мной берегут тебя и день и ночь, не дадим мы тебя ветру подуть, не дадим и пылинки сесть». И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писанная и видит, стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива. И обрадовалась она госпоже своей и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей так, так же рада. Принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестрить своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось, так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писанная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые и убранства такие, что цены им нет ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новый, отменные. Катание, гуляние с музыкой на колесницах без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукоделями заниматься, рукоделями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а ей самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а этому лесному зверю чуду морскому. А и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковой своему хозяину милостиво и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными. Мало ли, много ли тому времени прошло, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью бытью молодая дочь купецкая. Красавица писаная. Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день ото дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить. Да зверь лесной чудо морское, нескоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. Написал он ей в последний раз на стене беломрамонной словесами огненными. Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями ветками, цветами заплетенную, и скажи так, говори со мной, мой верный раб. И мало спустя времечко побежала молода дочь купецкая, красавица описанная, во сады зеленой, входила во беседку свою любимую, листьями ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчевую, и говорят она, задыхаючись, бьется сердечко у нее, как у пташки пойманной, говорит таковые слова. Не бойся ты, господин мой добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не боюсь я и рева звериного, говори со мной, не опасаючись. И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкой, и раздался голос страшный, дикий, язычный, хрипрый, хриплый, и сиплый, да и то, говорил он еще в полголоса. Взрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писанная, услыхав голос зверя лесного, чудо морского, только за страхом своим совладалась, и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она и заслушалась, и стало у нее на сердце радостно. С той поры, с того времечки, пошли у них разговоры, почитай целый день, в зеленом саду на гуляниях, во темных лесах на катаниях, и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писанная, здесь ли ты мой добрый, любимый господин, отвечает лесной зверь, чудо морское, здесь госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг, и не пугается на его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, до конца им нет.